Всем привет! Сегодня хочу поговорить о микросервисной автоматизации в облаке, конкретно в случае использования AWS и сервисов этого провайдера. Сегодня сделаем небольшой пример, посвященный верификации фотографий. Например, есть у вас некий бэкэнд, который должен проверять, была ли загружена корректная фотография по тем требованиям, которые необходимы для вашего аппликашена или нет. Кейс должен звучать таким образом. Пользователь загружает фотографию из медиатеки, либо из камеры. Неважно, то ли это десктопная версия, то ли мобильное приложение для бэкэнда. Это не имеет значения. И бэкэнд должен принять и пропустить как валидную фотографию, только фотографию с одним лицом, без очков, без посторонних лиц в кадре. Это должно быть стопроцентное лицо, это не пейзаж. Но, соответственно, если этим всем требованиям удовлетворяет скрипт наш и в целом система на бэкэнде, тогда эта фотография пропускается дальше. Вот. Будем использовать такие сервисы, как корзину S3. Так, где-то она у меня вот здесь. Загрузим сюда вот 4 фотографии. Вот такие фоточки будут с лицом. С лицом с одним лицом, но с очками. Несколько лиц в кадре и в целом вообще нет лиц. Я, в принципе, подписал их еще вот, чтобы можно было увидеть, ориентироваться как-то. Но имя файла не имеет значения. По имени файла мы здесь проверять ничего не будем. Так, загружаем, создаем корзину S3. Загружаем лица, эти фотографии с лицами или без в эту корзинку. Дальше нам потребуется еще один сервис. Это сервис SNS, с помощью которого мы будем нотифицировать пользователей. Либо еще один сторонний сервис на email, либо передавать в другой сервис то, что у нас происходит. Нам нужны будут мощности. Для этого нам нужен будет Elastic Computer. То есть нам нужно будет инстанции сдать на EC2. Также нам потребуется сервис Lambda. Скриптик Lambda могу оставить в описании. В принципе, их довольно много. Скриптик будет дергать основной сервис. Это Amazon Recognition через K. В API Amazon Recognition будет основная функция. Это проверять, есть ли лицо в кадре. Ну и там еще дополнительные вещи будут. Но нам самое главное проверять лицо и что на этом лице есть. Есть ли там очки, есть ли смайлы, то есть эмоции какие-то и так далее. Так, и все это собирать будем через сервис Step Functions и создадим вот такую функцию. Я уже создал ее, чтобы мы сейчас не создавали. Я просто по ней пробегу сейчас и расскажу. Так, давайте, наверное, зайдем сюда. Выберем нашего пользователя, который будет отправлять. И фактически это наша автоматизация на бэкэнде, которая будет обрабатывать данные и связываться с разными сервисами. Давайте подредактируем и я покажу, в принципе, как это работает. Есть возможность писать это все в формате JSON. API можно прям, как это все работает, найти в самом сервисе Step Functions и документацию по этому всему. Ну, у них с недавних пор появился очень крутой интерфейс Workflow Studio. И в этом Workflow Studio мы можем, в принципе, набрасывать те сервисы, которые мы будем использовать в виде таких нодов. И эти ноды, соответственно, настраивать по нашей автоматизации. Так, первое. Как только мы стартуем нашу автоматизацию, мы дергаем сервис Lambda. Я назвал его Face Detection. И та функция Lambda, которую вы создали ранее, у меня тут несколько уже функций, у меня это Face Detection Functions. Это вот эта функция, которую я показывал, которая фактически будет дергать сервис Amazon Recognition. Далее у меня есть сервис SNS. Это вот сервис, который будет нотифицировать меня об успехе либо провале автоматизации на бэкэнде. И, соответственно, на электронную почту, вот в виде такого письма, все это будет прилетать мне. Но я сейчас немножко позже об этом поговорю и покажу последовательность действий из автоматизатора. Далее у меня есть такая вот ловушка. В ловушке я создал ловушку между Face Detection и SNS на случай, если, ну скажем так, нам нужно нотифицировать только в том случае, если у нас есть ошибки. То есть, например, у нас есть лица, которые не соответствуют, невалидны для нашего сервиса. То есть, это лица с очками, несколько лиц или вообще нет лиц на кадре. Соответственно, эта ловушка будет выхватывать такие вот вещи. Создается это все очень просто. Вы пишете имя ловушки, имя ошибки, которые вы хотите захватить. И, соответственно, там фуллбэк какой вы хотите, извиняюсь, скажем так, провал по этой ошибке и требования этого провала. То есть, здесь есть несколько вариантов. То есть, за detection на фотофейсе, либо вот не соответствуют требованиям. Вот. И прописывайте опциональный результат. То есть, по этой ловушке API, документация по API, вот как работает Workflow Studio, в принципе, можно найти на официальном сайте AWS. И, соответственно, все это и плавится. Отсюда мы выходим. Мы сейчас не будем сохранять. Я просто покажу, как это все работает. И, фактически, у вас есть эта автоматизация. И вот сейчас посмотрим, как это все будет работать. Так. Запускаем нашу автоматизацию. Извиняюсь. Запускаем. И я подготовил вид того, как это будет работать. И скармливаем автоматизацией. Вот такой запрос. И, допустим, берем первое лицо, которое 100% валидно. Мы это видим своими глазами. Вписываем сюда. Вот эту штуку вам придется заменить. Это, фактически, ARN вашего багета, который вы создали. Как его получить. Идете в багет, properties. И вот он. Вот здесь. Я, конечно, это все после видео поудаляю. Поэтому не страшно, что здесь засвечено на видео. Так. Далее, user ID. Тот юзер, который вы создавали для инстанса. Вот. И запускаем нашу автоматизацию. Так. Отлично. Сucceed. И вот мы видим в инспекторе, как происходит автоматизация. Если нажмем на Face Detection и налоги, то можно посмотреть, как это все работало. То есть, это первая стадия, что мы скормили эту картинку. Роль нашего юзера, который имеет доступ к корзине. Он по этому пути прошелся. Загрузил фотографии с корзины. И скормил следующим этапом. Следующий этап пытается детектировать и задействовать сервис recognition. А именно функцию Face Detection. Далее он дергает лямбду, в которой уже прописаны все условия, что мы должны искать на этой фотографии. Здесь же уже мы скормливаем нашей лямбде конкретный файл и имя, где он должен лежать, то есть в корзине. Следующим этапом уже отрабатывает наш сервис Amazon Recognition, а конкретно Face Detection функция. И вот нашло, нарисовала Nikit Bounding Box. Также здесь есть сразу же от Detection возраст от 6 до 14. Была замечена улыбка с конфиденцем, с вероятностью практически 100%, 98%. Не было найдено sunglasses, то есть то, что для нас валидно, не было найдено очков. Ну и далее там неинтересные вещи, нам они в принципе не интересуют. Вот следующим этапом у нас дергается, должна дергаться функция SNS, но она не выполнена по причине того, что у нас выполнено условие, что наше лицо соответствует требованиям. Давайте теперь мы возьмем, скормим то, что у нас не соответствует. В корзине у нас есть еще лицо. Допустим, вот в очках. В принципе она и была у меня в буфере. Так, это будет вот это вот. И запускаем автоматизацию, где будут задействованы все наши сервисы. Так, отработал скрипты. Как видим, уже Face Detection не отработал, то есть сработал статус по нашей ловушке. У нас есть ошибка, но и перешла автоматизация, и сам процесс перешел на стадию фото не соответствует требованиям. И оно успешно. И вот здесь мы уже можем увидеть, можем сейчас, кстати, к финалу сразу перейти к нашей почте. И вот прилетело сообщение, последнее, что у нас сработала ловушка, и наше фото не соответствует требованиям. Давайте вот сейчас сойдем сразу же, наверное, в Face Detection, а именно в Recognition, где у нас есть... Вот он. Вот он. Так, прошу прощения, где-то... Ага, вот. Суть в следующем. Я попытался найти, где лог Face Detection, где у нас есть очки, но что-то я в логах пока этого не вижу. Возможно, ошибка сразу же отработала, и сам сервис вернул, что есть ошибка. Ага, вот я вижу, что были замечены очки, поэтому, в принципе, сработала ловушка. Вот, и, в принципе, таким же образом можно тестировать и следующие наши фотографии. Давайте возьмем так, чтобы было интереснее, вообще без лиц. Так, возьмем. Давайте, no face. Это вот та фотография, там, где есть город. Запускаем скрипт. Автоматизации. Так, отработал. И снова видим, что сервис Face Detection был пропущен за счет того, что ловушка сработала. И автоматизация переведена к следующей цепочке, там, где фото не соответствует требованиям. Так, и, соответственно, давайте посмотрим. Так, вот, корзина, наш файл. И смотрим ошибка. Вот, Detected. Не найдено ни одного файса на фото. Вот, в принципе, что лямбда нам вернула. Вернее, сам сервис Amazon Recognition отработал то, что на фотографии нет файсов. Лямбда функция это все заметила. И в логах это все нам отбилось. И, соответственно, давайте откроем сейчас нашу почту. И вот новое письмо прибежало мне о том, что у нас на последней сгруженной этой фотографии нет файсов. Соответственно, они соответствуют нашим требованиям. Вот таким образом, с помощью сервисов Amazon Step Functions, можно создать связку из некого процесса, который будет дергать сервисы лямбда, S3. И СНС. Таким образом, вы сможете делать некий такой валидатор того, что вам на бэкэнд отдаются некие фотографии. И вы хотите на них что-то найти. Либо, если в случае, если не нашли, то тоже отдать некую форму. Вот такой небольшой экскурс. Возможно, если будут еще какие-то кейсы, поделюсь информацией о том, что такое связка и автоматизация внутри AWS и сервисов этого прекрасного, как я считаю, провайдера. Может, кто-то другие использует. Мне нравится AWS. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте палец вверх. Всем мирного неба. Спасибо. Пока.